Здесь гостям всегда рады. Более того, школа находится через дорогу, так что девчонки часто прибегают к участнику Великой Отечественной войны с вопросом, чем помочь. Но 92-летний Ахмедов отшучивается. Нужна только моральная поддержка. Тогда все садятся в кружок и расспрашивают, а как все было. А был первый бой под Курском, о котором забыть невозможно. И так вот два года ожесточенных боев и сражений с фашистскими захватчиками. На его счету множество подбитых танков. Награды тому подтверждение. Орден Красной Звезды и Орден Великой Отечественной войны первой степени. Целую ночь артиллера у нас работала. Там под патюшкой. Потом утром танки пошли сверху, самолеты. Мы за танками и прорвали. Там речку пролюнет. С той стороны немцев тоже много потери были. Там вот так. Родился Ахмедов в 1924 году в узбекском городе Бухара. Затем жил и учился в Таджикистане. Работал учителем начальных классов, редактором газеты «Ленинским путем», после чего и был призван на фронт. Но сначала Орловское военно-пехотное училище, где готовили командиров отделений. В Западной Украине был ранен и в госпитале уже узнал о победе. Пять лет мы уже дружим с ним. Все городские мероприятия, которые проводятся, мы всегда вместе с ним. Мы два года уже вместе с ним проходим бессмертный полк. Вместе с нами он начинает, потом ему тяжело идти. Мы его отвозим туда на площадь, сами идем и встречаемся с ним уже на площади у памятника нашего погибшего воина. Иногда Ахмедов сам приходит к ученикам. Вот перед 9 мая планируется посадка дерева в школьном дворе с именем ветерана. А школьники его искренне любят за то, что понимает их с полуслова и за чувство юмора. Он может рассказать то, что никто не может рассказать. Он жил тогда, когда я не жила, когда меня еще в помине не было. И слушать вот то, какая тогда была жизнь, какие тогда были юные люди, какие тогда были более взрослые люди. И вся эта атмосфера через эти слова передается. Все это можно увидеть как будто своими глазами. И это неописуемо. Мухаммед Ахмедович говорит, дети, внуки и книги не дают скучать. Литературы у него много. Он с интересом рассказывает о каждой из книг. Темы самые разнообразные. Читает и современных писателей, и военных любит исторические романы. Не скучаешь с книгами. Поэтому я им всегда говорю, читайте, читайте, читайте. Школьники его всегда слушают. Причем с большим вниманием. И даже здесь, на улице, когда уже пора бы сказать друг друга до свидания, они планируют совместное проведение Дня Победы. В этом году бессмертный полк украсит белые бумажные магнолии. И сейчас все школьники города изготавливают 18 707 штук. Ровно столько сочинцев ушло на фронт.